Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте начать с хорошей новости. Новость сенсационная и потрясающая. Они сейчас будут говорить все, если вы еще не знали. Пожалуйста, Путин, Владимир Владимирович, подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Вы знаете, меня, честно говоря, поражает, как отреагировало на это заявление уропатриотическая общественность. Они говорят примерно такое. Ну что, кому тут Путин не нравился, готовы извиняться? Станьте на колени, признайте, Путин наконец-то сбрасывает с Россиюшки-матушки ермо колониального режима. Теперь либералы ответят. Все взятыщики и коррупционеры теперь пойдут к стеночке, будут конфискованы. Смотрите, у нас уже много лет действует антикоррупционное законодательство. Правильно же? Но почему-то, даже если в декларации у чиновника было указано, что он наворовался, и у него не было никаких проблем. Вы представляете, только сейчас понадобился специальный закон, что если мы видим, что у какого-то чиновника денег гораздо больше, чем было зарплатой, то тогда надо идти в суд и через суд доказывать, что это деньги наворованные, и тогда у него конфисковывать. Скажите, пожалуйста, а год назад, два года назад, пять лет назад с этими деньгами что происходило? Зачем чиновники сдавали антикоррупционные декларации о своих доходах, если потом все равно ничего за этим не следовало? Мне интересно, этот закон предусматривает поиск денег, которые переведены на счета жены, детей, любовницы, тещи и так далее, и так далее. Вы серьезно считаете, что это какое-то выдающее достижение? Ну, то есть, да, да, звучит замечательно. Наконец-то чиновники, которые проворовались, должны отвечать перед законом. А раньше у нас не было таких законов. Я, может, что-то не так понял, друзья мои, но по мне так это позорище. Только в 2022 году у нас появляется закон, который позволяет конфисковать наворованное. А раньше вы чем занимались? Ах, да. Мне нравится, например, то, что Михаил Хазин рассказывает. Знаете, есть у нас такой Михаил Леонидович Хазин, который рассказывал, многие годы рассказывал, почему Путин не может уволить Набиулину. Ну как же, если Путин уволит Набиулину, против нас введут такие санкции, что российская экономика вообще не устоит. Ну и как? Даже сейчас, когда санкции уже введены, Путин Набиулину не отстраняет. Ходят слухи, что вроде как дни Набиулиной во главе Центрального банка сочтены. Но это всего лишь слухи. Более того, Кремль официально заявляет устами Пескова, что Путин доверяет Набиулиной, и что нет никаких вопросов к руководству Центрального банка. Друзья мои, снимите розовые очки. Да, возможно, возможно, военная операция на Украине является необходимостью. Если со дня на день Украину должны были принять в НАТО, Путин вовремя ввел туда войска, возможно. Но, что касается внутренней политики, я до сих пор не вижу явных признаков того, что начались какие-то серьезные перемены. Законы появляются, законы правильные, инициативы правильные. Только надо было их принимать еще лет 15 назад. Ну ладно. Вот еще, пожалуйста, указ президента Российской Федерации о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Здесь вполне серьезная бумага. Вы можете ее найти сами, изучить. О чем идет речь? Если какие-то российские организации или даже физические лица, если вы должны денег кому-то из недружественных стран, из Америки, Великобритании, Германии и так далее, все, кто против нас вводил санкции, сейчас этот список будет уточняться, вы можете платить по-особому. Вы, например, должны 100 тысяч долларов, но вы возвращаете деньги не в долларах, а в рублях на специальный корреспондентский счет. То есть вы вроде как платите, обвинять вас не в чем, а ваш кредитор может получить рубли по курсу Центробанка. Хочешь получить долг? Пожалуйста, бери рубли, обменивай их на доллары, соответственно, постоянно будет круговорот валюты, поддерживаться таким образом будет наш национальный курс. Мы сбагриваем иностранцам не доллары, а рубли, понимаете? Таким образом, на фондовой бирже всегда будет приток иностранных денег. Интересно, интересно, занимательно. Еще одна потрясающая инициатива. Вот именно сейчас этим самое время заниматься. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами. Теперь, если вы захотите поставить денежки на какой-то футбольный матч, вы будете уверены, что теперь этот матч не договорной, а самый, что ни на есть, честный. Самое время, Владимир Владимирович, спасибо вам за этот закон. Именно сейчас страна ждет подобных инициатив. Конечно, это сарказм. Депутат от Единой России Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает прекратить публиковать в открытом доступе декларации о доходах, подвергнутых западным санкциям российских чиновников и их семей. Я не понимаю, в чем логика. Мы вроде как боремся со всякими коррупционными доходами, а вот депутат Единоросс говорит, давайте мы не будем эту информацию все публиковать, а то мало ли какие-то еще борцы с коррупцией что-то там обнаружат. Чтобы вы понимали, насколько все плохо и в то же время просто, следующая новость. Роза Хутор, известный российский горнолыжный курорт в районе Красной Поляны, Роза Хутор принадлежит Потанину, богатейшему человеку в России официально, через кипрские офшоры Bell Fund Investments Limited и White Leaf Holdings Limited, несмотря на громкие пиары, государственную поддержку, подчеркиваю, получают деньги из бюджета. Фирма завершила 20-й год в очередной раз с убытками на 3,3 миллиарда рублей. Это значит, что налогов с прибыли компания не платит. Добавим сюда, что Росприроднадзор в марте прошлого года нашел у компании целый букет нарушений на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Также протоколы и предписания Розе Хутор регулярно выдают Ростехнадзор и МЧС, то есть с соблюдением закона у Потанинской компании, мягко говоря, не очень. Вот есть у нас олигарх. У него есть некий актив, в данном случае горнолыжный курорт с отельчиками, ресторанчиками, станциями проката, подъемниками и так далее, и так далее. Вещами, которые должны генерировать прибыль и, скорее всего, ее генерируют. Человек нарушает законодательство, природоохранное законодательство, налоговое законодательство и так далее. Ну, мы предполагаем, вот судя по тому, что говорят расследователи. Ну, давайте мы это конфискуем. Почему мы ждем каких-то санкций, какую-то надо деприватизацию проводить и бла-бла-бла. У вас уже много лет есть огромное количество оснований по закону. Выпишите штрафы. Человек загрязняет природы, пусть платит. Не хочет платить, пусть отдает долю своей компании, пусть дает акции по соответствующей, по рыночной цене и так далее, и так далее. Почему этого не делают? Да потому что нет на это политической воли. Я убежден, что вот этот закон, что, наконец-то, чиновников мы заставим платить, знаете ли, вот-вот, теперь-то мы проверим их декларации. Если доходы превышают зарплату, мы заставим чиновников платить. Друзья мои, я убежден, что этот закон появился в качестве подачки для оппозиционной общественности. Многие сейчас говорят, нет войне, задают неудобные для власти вопросы, и чтобы показать, что теперь-то ситуация другая, что надо немножко еще потерпеть, и Путин точно сделает левый поворот, повернет государство лицом к обществу, а не другими какими-то частями тела. Вот поэтому и появился закон. Не потому, что ура, патриоты бегают, флагами машут, а потому, что оппозиционеры задают вопросы. Потому, что мы с вами чем-то недовольны, что-то требуем, появляются вот такие законы. Они выбиваются из всей логики, которой живет это государство. Простите, пожалуйста, если картина должна быть полной, закон должен быть иным. И уже сейчас должны начаться массовые проверки всех доходов и имущества чиновников. Не только доходов, всего имущества. Все, что было наворозовано до того. И кроме того, дорогие друзья, Михаил Делягин много лет, уже больше, ну, не знаю, лет 15, он рассказывает об опыте в Америке, как побороли коррупцию, как побороли коррупцию в Италии. Есть совершенно конкретные законодательные нормы. Мы освобождаем от ответственности коррупционера, который дает все показания, сдает коррупционную схему. Здравствуйте, меня зовут Павел Иванов, из меня вышибали взятку вот этот, вот этот, вот этот. Я расскажу, где, когда и сколько я им платил. Можете их проверять, устраивать провокацию взятки и так далее. Я готов свидетельствовать в суде. все. Человека освобождают от ответственности, все чиновники, которых он называет, попадают под проверку, у них проверяют все, что можно и нельзя, всех любовниц, друзей, детей, внуков и так далее, и так далее. Находят деньги, люди получают сроки. Сейчас у нас, если ты доносишь, что ты кому-то давал взятку, ты сам первый сядешь. Вот эта порочная практика должна быть сломана. Все, друзья мои, и конфискация. Конечно же, конфискация должна заработать в полную силу. Если ты отказываешься сотрудничать со следствием, ты потеряешь все. У тебя четырехкомнатная квартира, у тебя виллы, две, там, три штуки, у тебя роскошные автомобили, не-не-не-не-не, у тебя остается социальный минимум, например, там, двушка, если у тебя двое детей, у тебя остается одна машинка там уровня Лада Веста и все. Все остальное идет в собственность государства. Вот, если такие нормы будут введены, чиновники начнут стучать друг на друга, мы за полгода узнаем всех взяточников и посадим их и все конфискуем. Но этими законами пока что и не пахнет. Я пока что не вижу ничего конкретного, чтобы мы поняли, да, на самом деле Путин начал чистку внутри страны. То, что, например, иностранцы получат проблемы, ну, например, сейчас иностранцы не смогут получать деньги с российских кредиторов, а это миллиарды долларов, это серьезный удар по иностранным банкирам, по иностранным кредиторам, по всяким фондам и корпорациям. Окей, замечательно. А когда мы внутри России порядок начнем наводить? Около Кремля сообщают, что начиная со вторника прошлой недели Набиулина самоустранилась от оперативного руководства действиями Центробанка, поручив это своим первым замом Скоробогатовой и Юдаевой. Эксперты объясняют такую позицию Набиулиной двумя причинами. Позиции президента Путина, который отверг законопроект ЦБ по полному запрету криптовалюты и поручил оценить его возможные последствия для блокировки внешнеэкономических расчетов в условиях санкционного запрета для РФ использовать доллары, евро и фунты в торговых операциях, отсутствием плана действий по удержанию курса рубля и стремлением уйти от ответственности за его провал по прецеденту 2014 года. Пока повторяется тогдашний сценарий с единичными валютными интервенциями без системного воздействия на коалицию мировых валютных спекулянтов, которые являются главными бенефицарами такой политики и вывели оценочно за последние дни свыше 600 миллиардов рублей в валютном эквиваленте. Валютные резервы Центробанка около 60 триллионов рублей или 620 миллиардов долларов позволяют нанести мощнейший удар по валютчикам, как это неоднократно делал Народный Банк Китая. Так что здесь камешек в огород Набиулиной, но Набиулина чувствует себя прекрасно. Пока что она на своем месте. Ходят слухи о том, что начинается какое-то расследование, почему это вывели золотовалютные резервы, а теперь на них так легко наложили арест. Но это пока что на уровне слухов. Премьер Мишустин распорядился выделить триллион рублей из ФНБ на выкуп акций российских эмитентов, представляющих реальный сектор экономики. Я вам об этом уже говорил. Очень похоже, что просто пытаются поддержать капиталы наших олигархов. Ну да, хорошо, если государство в собственность выкупит те или иные активы, будет владеть большей частью олигархических корпораций. Но есть одна проблема. Путин против этого, Путин против национализации. Путин всегда поддерживал приватизацию. И скорее всего сейчас за бюджетные деньги эти акции купят, а потом передадут все равно опять олигархам. Акции поручено выкупить Минфину при технической поддержке внешнеэкономбанка. Ценные бумаги поступят в собственность государства, что означает частичную или полную деприватизацию крупнейших компаний реального сектора экономики. В листинг Московской Лондонской биржи входят акции Новотека, Михельсон, Полюса, Керимов, Евраза, Абрамов, я так понимаю, имеется в виду Абрамович, Тургут, Нефтегаза, Богданов, а также ряд других крупных металлургических и сырьевых корпораций. Начавшийся процесс может означать, что в условиях мобилизационной экономики государство выбирает наиболее мягкий путь деприватизации, восстанавливая полный контроль над базовыми отраслями и распределением доходов от их экономической деятельности. Знаете, есть такое меткое выражение приватизация прибыли, национализация убытков. Уже сейчас понятно, что в ближайшие годы олигархические корпорации будут нести убытки и дивидендов выплачено не будет практически никому. Да, по итогам этого года наверное Газпром, наверное Сбер еще хорошенечко забашляют своим акционерам. Выплатят хорошие дивиденды, особенно учитывая, что стоимость газа больше 2000 долларов за 1000 кубометров. И это серьезные деньги, это серьезные поступления. А что касается всех остальных, наоборот скажут затянуть пояса. И когда государство сейчас выкупает акции, оно прибыль никакую не получит. Более того, начнет ли государство назначать своих людей, государственных деятелей, чиновников, управлять этими компаниями? Нет. У нас сейчас нет госкапитализма. У нас отказ от госкапитализма произошел. Есть чиновник Миллер, есть чиновник Сечин. Вот в Газпроме, в Роснефти в самом деле есть люди, которых назначает лично президент. Окей. Это исключение из правил. Где сейчас у Путина специалисты готовые кадры на замещение руководящих должностей в горнодобывающих, металлургических и других компаниях? Мы видим, как это происходит. Когда Алросу возглавляет один из правильных сыночков, одна из любимых тем Андрея Викторовича Караулова. И этот сыночек устраивает затопление крупнейшего в мире алмазного рудника мирный. Вот такие будут ситуации происходить. У Путина тупо нет кадров на подобные решения, на преобразование, на то, чтобы снова управлять напрямую, чтобы государственные чиновники, госслужащие управляли огромными олигархическими комплексами и корпорациями. Что думаете, друзья, о ситуации, как скоро Набиулина покинет свой пост или Путин не собирается от нее избавляться? Свои мысли пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь, вместе мы сила, вместе мы обязательно победим. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok